Мэрия против дольщиков, запрет против свободы изъявления, противостояние усиливается. Чиновники, а именно вице-мэр господин Заремба, к слову вслед за Шипиловой, похоже тоже лжет о мечам. Обманутым дольщикам отказано в законном праве на проведении акции протеста. Издевательская формулировка «место занято». Мы вновь выехали туда и вот что увидели. Вторник, 10 утра, площадь у библиотеки имени Пушкина. Народу крайне мало, все спешат по делам. Кроме нас, никого больше не интересует данное городское пространство. Очевидцами выступают простые омичи, проходящие мимо. Они становятся свидетелями очередного обмана городской администрации. Скажите, у вас есть часы? Сколько сейчас времени? Можете посмотреть? Есть часы, часы. Сколько времени? Час. Без пяти. Без пяти? Без пяти десять, да? Посмотрите вокруг. Вот на площади у Пушкинки есть какое-нибудь публичное мероприятие? Да нет пока. Придут, наверное, еще. Ничего не видите? Нет, ничего не видно. Ничего не происходит? Пусто, тишина. Вот в данный момент, сейчас, что происходит здесь? Здесь ничего нет. Вот вы стоите. Только я и все, да? Который сейчас час? Есть у вас часы? Добрый, да. Сейчас, секундочку. Две минуты одиннадцатого. Посмотрите, пожалуйста, вокруг. Вот на площади перед Пушкинкой что-нибудь происходит? Есть какое-нибудь массовое мероприятие публичное? Да нет, нет, нету никого. Все спокойно. Который час сейчас? Да вот, не вижу. Десять, ноль пять. Десять, ноль пять. Скажите, пожалуйста, вот посмотрите вокруг. Площадь у бюллетеки Пушкина. Здесь что-нибудь происходит? Какая-нибудь акция, публичное мероприятие? Что-нибудь есть? Я не вижу, нет. Ничего нет? То есть свободно все? Свободно. Для меня все свободно. В четвертый раз к ряду чиновники, по мнению людей, нарушают закон и отказывают в публичном мероприятии. На войне, как на войне, говорят люди, и готовят для мэрии сюрприз. Пусть тот же Заремба на пару с Шипиловой задумаются над своими действиями. Мэрия врет. Умышленно отказывает в наших законных требованиях. Ваши дальнейшие действия? Сегодня я обращаюсь в прокуратуру во второй раз с просьбой как-то призвать к ответственности. Зато, когда мы подошли к приемной президента, нас окружила полиция и сотрудники областного правительства. Отчего так они переполошились, непонятно. Или все же им есть чего бояться? Дольщики сегодня атаковали приемную президента. По нашему ЗСК только все ужасные новости. Никаких перспектив. Поэтому сделали обращение. Будем надеяться, что хоть государство будет разбираться в этой ситуации. Потому что в 2014 году еще вложены деньги. В 2016 должны были получить. И все. И на этом вся тишина. Ничего не обещают, никакие перспективы не дают. 1 мая обманутые дольщики Омска присоединятся к демонстрации и пройдут вместе с коммунистами. Отмечать 1 мая с Единой Россией никто не намерен. Борьба за свои права и свои квартиры продолжается.